Субтитры подогнали Симон. 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 Нанося разящие удары, разведчики также внезапно и бесследно исчезали. На Северном фронте были сосредоточены отборные части гитлеровской армии. В канун 1 мая 1942 года отряд получил не совсем обычное задание. Сложность заключалась в том, что на этот раз было приказано действовать демонстративно, всячески привлекая внимание противника. Вызывая главную тяжесть удара на себя, разведчики обеспечивали успех крупной десантной операции. В предпраздничную ночь два взвода на катерах форсировали один из заливов Барнцево моря. Они подошли к берегу, но пристать не удалось. Вражеская береговая оборона открыла огонь. Разведчики прыгали в холодную воду, добирались до суши и сходу пускали в дело гранаты. Предрассветную тьму озарили вспышки разрывов. Противник не выдержал удара, и наши воины прорвались в горы. Разведчики шли по лабиринту впадин и трещин. Они двигались, господствовавшие над местностью в высоте 415. Искусным маневром отряд сбил немцев с высоты и укрепился так. Разведчики следили за тем, как смыкается кольцо окружения, готовились отразить вражеские атаки. Чем больше они привлекут к себе внимание и сил противника, тем успешнее пройдет основная операция. И вот первая волна фашистов хлынула в атаку, но тут же отпрянула, точно разбившись о гранитный утес. Много атак предпринимали гитлеровцы, но все они заканчивались неудачей. Командир отряда отправил Леонова с двумя бойцами установить связь с главными частями. Бесконечно длинным казался путь через тылы противника. Но он добрался до штаба батальона. К концу дня три разведчика вернулись в отряд, выполнив непосильную, казалось бы, задачу. Тем временем отборные немецкие части бросались на штурм неприступной высоты и всякий раз откатывались, устилая трупами ее склоны. Но положение в отряде разведчиков с каждым часом становилось все сложнее. На исходе были боеприпасы. Было ясно, что фашисты не откажутся от своей цели завладеть высотой. Когда вражеские пулеметчики подобрались на ближние огневые позиции, наши разведчики увидели взметнувшуюся в небо ракету и отряд морской пехоты, который спешил им на помощь. Вот в таких операциях оттачивалось воинское мастерство бесстрашного морского разведчика Виктора Леонова и закалялся его характер. Оценив боевые заслуги, командование сочло возможным, несмотря на отсутствие специальной подготовки, присвоить ему офицерское звание. И Леонов возглавил отряд морских разведчиков, который отважными рейдами вскрывал систему вражеской обороны, разрушал коммуникации противника, громил его базы, уничтожал живую силу, способствовал успеху наступательных действий советских войск. Все больше возрастала боевая слава отряда. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для подготовки разведчики передислоцировались на мыс Рыбачий, поближе к зоне предстоящих боевых действий. К тому же рельеф был схож с рельефом мыса Крестовой, куда предстояло десантироваться. Во главе сводного отряда стоял командир разведотряда Северного оборонительного района Северного флота капитан Барченко Емельянов. КОНЕЦ КОНЕЦ Провести первую группу катеров через бухту командующий Северным флотом адмирал Головко поручил Александру Шибулину. В ночь на 10 октября 1944 года разведчики Леонова высадились на мысе Крестовой. Теперь им предстояло обогнуть с тыла немецкие позиции по болотам, тундре, через холмы и отвесные скалы, где повсюду дозорные патрули-ловушки. Высадившись за левым флангом врага, Леонов и его разведчики за 72 часа прошли по Арктике 40 километров. Такая работа. Всю ночь они шли по каменистой земле между валунами, трещинами и ущельями. Главное, чтобы не заметили с воздуха. Поэтому они ждали до темноты и снова в путь. На третью ночь они подошли близко к батарее и к вертикальному обрыву. На веревках спустились по обрыву и вышли на удобное место, откуда хорошо видно врага. 11 октября 44-го. Теперь начинается работа. Надо захватить 88-миллиметровые пушки немцев. От полуночи до двух часов ночи они медленно ползли и не были замечены. Но один разведчик запутался в колючей проволоке и сработала сигнализация. Прозвучала тревога. Леонов отдает команду вперед и никому ничего объяснять не надо. Разведчики устремляются к немецким окопам. Но вдруг на пути ряды колючей проволоки. Если замешкаться, пулеметчики врага уничтожат группу на открытом пространстве. Один из леоновцев, Иван Лысенко, среагировал мгновенно. Он, чемпион Северного флота по борьбе, необычайно сильный человек, вырвал из земли столб с проволочным заграждением и удерживал его, пока один за другим под колючку устремлялись разведчики. В Лысенко стреляли, но русский великан не разжимал рук. Давай, давай, браточки, шуру и быстрее. Иван Лысенко упадет, лишь когда заграждение преодолеет последний из его боевых товарищей. Потом на теле героя насчитают 21 ранение. Леонов вновь пережил ощущения, которые испытал в окружении на Могильном. Ценой своей жизни на его глазах товарищ спас всех. На этот раз Леонову представилась возможность сразу отомстить за героя. Когда разведчики ворвались на позиции немцев, исход противостояния был предрешен. В бою на ограниченном пространстве им нет равных. Каждый боец, когда бился с противником, думал не только о себе, он думал еще о том, как помочь своему соратнику. Преимущество было на стороне немцев. Но они оказались не готовы к ярости советских разведчиков. И в ночной темноте начался рукопашный бой. Люди Леонова, как и он сам, знали только один путь. Вперед! Он приказал двум разведчикам захватить первую зенитную пушку. Его люди захватили одну пушку, опустили ее и начали стрелять. Немцы вынуждены отступить. И вся батарея была захвачена с минимальными потерями. Немецкий гарнизон удалось уничтожить. Отряды разведчиков занимают позиции в бывших гитлеровских укреплениях. Первое, что делают, снимают замки с немецких орудий. Стрельба из них больше невозможна. Но немцы не сдаются. Они открывают огонь с другого берега из дальнобойных орудий, а потом высылают десант, который пытается отбить потерянные позиции. Уникальная военная ситуация. Десант воюет против десанта. Егерям удается ворваться на позиции. Начинается жестокий рукопашный бой. Советские разведчики лучше подготовлены, но врагов в десятки раз больше. Из воспоминаний Виктора Леонова. Воинственные крики и отчаянные предсмертные вопли. Треск автоматных очередей и лязг стволов. Меж камней мелькают фигуры разведчиков и егерей. Удары прикладом и короткие взмахи кинжалов. Отбив вот эту первую атаку, отбив вторую атаку, Леонов отвел отряд на сопку, с которой мы начинали. Потом, значит, какая-то передышка, немцы опять лезут, значит, отца. А мы, значит, то потеряешь сознание, то отойдешь. Ну, раненые идешь. Вот так, собратишь, когда немцы там были, лезет уже совсем близко, кинул гранату и потом сам уже... Там треск, газ. Кто-то валун туда скинет, значит, что самое. Короче говоря, мы там отстояли эту высоту. Ночью 13 октября 1944 года советский Северный флот высадил войска в помощь Леонову. И немцы были побеждены. Отряд Леонова выбил немцев с их позиции на мысе Крестовом. Порт Ленахамари захвачен. За этот рейд Виктор Леонов получит свою первую звезду героя Советского Союза. Северный флот 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 А кто погибает, конечно, его не вернешь тогда Но силы героя навечно уже переходят в тебя Душа исчезает из виду, затем возвращаются две Ты чувствуешь боль и обиду на этой нелепой войне Мы ангелы смерти, а это значит, что в гибель не верим, а верим в удачу Когда артиллерия сцеплет рации, души русских солдат покидают ад Мы ангелы смерти, а это значит, что в гибель не верим, а верим в удачу Когда артиллерия сцеплет рации, души русских солдат покидают ад Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok